Приветствую, друзья. Это не совсем укладывается в голове, но главный вопрос, который волновал весь мир последние пару месяцев, начнет ли Путин полномасштабную войну в Европе или нет. Западные политики предрекали очень серьезные санкции, наученные горьким опытом авиакомпании приостанавливали полеты, а самопровозглашенные главы ДНР и ЛНР объявляли всеобщую эвакуацию, правда, похожую больше на взятие заложников, и мобилизацию одновременно. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации. Сейчас рано говорить, чем все кончилось, но промежуточный итог уже есть. Российские власти признали независимость ДНР и ЛНР. Что это означает на самом деле? Это значит, что Путин предал национальные интересы нашей страны. Нам часто говорят, что в политике надо отбросить идеализм и эмоции. Мол, нет там места для понятий «хорошо» и «плохо», «есть выгодно» и «невыгодно». У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать. Давайте рассмотрим историю последних двух месяцев с этой точки зрения. Выгодно ли России или нет? Соответствует ли решение власти национальным интересам или не соответствует? Для начала, а в чем заключаются национальные интересы нашей страны? Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. Я лично буду исходить из национальных интересов так, как их понимает власть. Ни слова про демократию, ни слова про права человека и так далее. Сплошной прагматизм. Итак, национальные интересы России в том, чтобы быть сильным, уважаемым, суверенным, защищенным государством, с богато живущим народом. Согласны? Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. Вот станет ли Россия сильнее из-за признания Донецка и Луганска или в случае войны с Украиной? Тут важно понимать, что такое сила в современном мире. Времена, когда сила определялась количеством танков, самолетов и кораблей, прошли. Посмотрите на карту. Это мировая карта силы. Сегодня вы сильны настолько, насколько сильна ваша экономика. И место России на этой карте между Южной Кореей и Бразилией. Индия больше, Италия, Франция, Великобритания, Германия все больше, Япония в три раза больше. Про Китай и США даже говорить не приходится. Вот как изменится сила России и ее место на этой карте после украинской истории? Можно просто посмотреть на рыночные индикаторы. Фондовые рынки пережили сильнейшее падение, валютные рынки тоже. Конечно, это только индикаторы. Но это то направление, в котором двинется российская экономика. Санкции, изоляция, вывод инвестиций, исключение из мировых производственных цепочек. Вот это наше ближайшее будущее. И наше место на карте силы будет меняться. Сравняемся с Мексикой и Австралией. А потом займем достойное место в ряду крепких региональных держав. Где-то между Турцией и Польшей. Мы ведь, правда, именно о таком величии мечтали. А других вариантов нет. Относительно мягкое присоединение Крыма обрушило экономику почти на десятилетия. А признание части Донецка и Луганска, да еще с угрозой развязывания войны в Европе, обойдется гораздо дороже. Поэтому сильнее Россия точно не станет. Но, может быть, нас станут больше уважать? Ты меня уважаешь? Господи, Иван Васильевич. Тогда пей. Давайте не будем путать страх с уважением. Будут ли нас бояться? Да, как боятся гопников подворотни. Папаша, огоньку не найдется? Ну, это не уважение. Российские власти часто кивают на Америку. Мол, если им можно, то и нам тоже. Но Америку уважают не за применение силы. Там, где она применяет силы, у нее как раз большие проблемы. Америку уважают за Голливуд, за музыку, за Гугл, за Твиттер, за Фейсбук, Айфон. Теслу, в конце концов. Америку уважают за возможности для бизнеса и личной самореализации. Боятся ли при этом Америку? Возможно. Но не соседи. Заметьте, ни Мексика, ни Канада не подают заявку на вступление в ОДКБ, чтобы защититься от Америки. Согласитесь, даже в анекдоте тяжело себе представить ситуацию, когда США признают независимость Британской Колумбии под предлогом ущемления англоязычных граждан. Потому что иначе там будут солдаты ОДКБ. А есть страны, которых боятся, но не уважают? Конечно, есть. Северная Корея, например. Эта вот ролевая модель, она что, соответствует нашим национальным интересам? Но зато Северная Корея, самостоятельное государство, ни от кого не зависит, скажут фанатики слова «суверенитет». Ведь это самая закрытая в мире страна. А вот и нет. Северная Корея не выживет без поддержки Китая. И давно уже превратилась в простого вассала Китайской Народной Республики. Хотя внешне изо всех сил демонстрирует полнейшую независимость. И, к сожалению, из-за Путина это будущее нашей страны. В Кремле любят рассказывать, что Украина это марионетка Запада. Использование Украины как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу. Но в реальности политика на усиление изоляции России ведет к тому, что именно наша страна становится в лучшем случае младшим партнером Китая. И у этого есть внешние проявления. Нефть, газ, лес. Но есть и глубинные причины. Россия не может существовать, замкнувшись сама на себя. Нас слишком мало. 145 миллионов человек – это мало. Никто не будет вкладывать десятки миллиардов долларов в разработку лекарств, техники или технологий исключительно для небольшого и не очень платежеспособного рынка. А сами мы не умеем. Помните скандал с закупкой газовых турбин «Сименс» в обход санкций? Мы же такие суверенные. Вот зачем устраивать этот цирк с конями с закупкой через левых посредников? Почему самим не сделать? Очень просто. Не умеем. Не умеем делать газовые турбины нужного качества. Без западных сервисных компаний не обладаем, например, технологиями высокоэффективного гидроразрыва нефтяного пласта. Я вам больше скажу. Вот заблокирует завтра Запад поставки процессоров. И через 3-4 года, чтобы добыча нефти в России не обвалилась, встанем на колени перед Пекином. Даже автомобили, а это значительно более простая вещь, у нас и то не очень получаются. Ну то есть собрать из западных комплектующих еще можем. А вот так, чтобы совсем свои, не получается. В принципе, в этом ничего страшного. В мире много стран, которые не производят свои турбины, нефтедобывающие технологии или сверхсовременные лекарства. Мир глобален. Всегда можно найти свое место в глобальных производственных цепочках. Но тогда не надо выпиливаться ржавой пилой из этих самых производственных цепочек. В мире сегодня нет полностью самодостаточных стран. Даже Китай или США, закроя не свои границы, через 10 лет будут жить в 5 раз хуже, чем сегодня. Россия может сохранить суверенитет лишь взаимодействуя и с Западом, и с Востоком. Причем, если мы хотим занять место технологической державы с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест, то Китай нам не столько помощник, сколько конкурент, с которым, конечно, можно и нужно устанавливать взаимовыгодные отношения. Но вот конкурировать мы будем как раз за западные рынки, западные инвестиции и технологии. И только балансируя и наращивая свой собственный рынок, Россия может сохранить самостоятельность. А вот что происходит на практике? Вот у нас есть под боком украинский рынок. Общая история, схожая культура, родственный язык, дополнительный рынок на десятки миллионов человек. Теперь потерян, если не навсегда, то на несколько поколений. Евросоюз, крупнейший российский торговый партнер, теперь будет рвать связи, контракты, избавляться от энергетической зависимости, выталкивать российский бизнес. И мы останемся с маленьким и бедным внутренним рынком. С необходимостью продавать наше сырье Китаю, который не дурак платить полную цену тому, кто от него зависит. С отсутствием технологий и технологичных товаров. С соседом, который в 10 раз больше нас по экономике и населению. Который, в отличие от достопамятной Мадлен Олбрайт, действительно не считает Сибирь нашей. И который понимает, что мы от него никуда не денемся. И что с запада у нас теперь враг, с севера не друг, с юга вообще. Что у нас нет альтернативы, нет союзников, нет партнеров. Вот что, быть сателлитом Китая, это национальные интересы нашей страны. Это ровно противоположное суверенитету и независимости. Вот тогда ради чего весь этот цирк с ЛНР, ДНР и войной? Чтобы что? Чтобы усилить безопасность нашей страны? По поводу безопасности и подлетного времени вражеских ракет я уже подробно говорил раньше. Посмотрите, чтобы сейчас не повторяться. Но даже без фактора ракет путинская авантюра сработала ровно в обратную сторону. Страны, которые и не думали о вступлении в НАТО, теперь размышляют на эту тему. В Украину поставляется современное западное вооружение. И уже ставится вопрос о выходе из статуса безъядерного государства. И это следствие путинских действий, а не причина. А за Украиной, я уверен, на тему создания ядерного оружия начнет задумываться и Казахстан. А для стран Балтии вопрос укрепления армии границ становится первостепенным. А уж взаимодействие с Соединенными Штатами и подавно. То есть из состояния выдуманных опасностей, благодаря Путину, мы перешли в ситуацию реального роста напряженности по границам страны. Что это, если не предательство? Извините. Можно брать любую мерку, любые стандарты национальных интересов, но нет ни одного подхода, при котором мы могли бы сказать, страна выиграла от этой путинской авантюры, от путинского предательства. И Путин сам прекрасно знает, что совершает предательство, поэтому пытается замазать как можно больше людей. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет? Да, я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Я поддерживаю предложение... Так и скажите, так, та или нет. Да, я говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Путин предал национальные интересы России ради продления личной власти и потакания своей паранойи. И с точки зрения будущего нашей страны уже не так принципиально, начнет он войну или нет. Никто ни в Европе, ни в мире не забудет использование угрозы войны со стороны Путина. Не забудет и не простит. Изоляция, отсутствие всяческого развития, нарастающая бедность. Они никуда не уйдут, пока не уйдет Путин. Счастливо вам. Счастливо.